Продолжаем репортаж со стоянки Ваваров. Бомбрета учится летать, судя по всему. На заднем плане опять же тихняя первая стоянка. Ну и следуем дальше в лагерь. Какое-то больное тело лежит под соснами. Надо оказать медицинскую помощь. Мы идем по тропе, ведущее поселение нордийцев. Итак, первое, что мы заходим, это поселение бобров. Вот тут, по-моему, палками и написано. Мы, собственно, здесь и находимся. Интересная тропинка выложенная. Вот их стойбища или их бобровые хатки. Здесь эта одежда. Палатки, 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 палатки. Здесь, обратите внимание, бюро потерянной обуви. Зачем бобрам обувь, действительно, если у них есть хвосты? Так, выходим, следуем дальше. Следующий у нас по плану. Это будут, судя по всему, более пернатые друзья. Здесь у нас находятся грифоны. Грифоны, грифоны. Странная конструкция, напоминающая логово паука. Стройка кипит полным ходом. Так что, обратите внимание, здесь находится водоем, в котором водятся боевые рыбки. Это, вообще-то, гнездо. Это гнездо? Да, это гнездо грифонов. Гнездо грифонов. Здесь, вот, получается, логово грифонов у них. Очень удивительные, таинственные существа, которые плетут паутину. Не паутину, а гнездо. Паутину. А, да, я сюда, давай вспомнила. Привет, Калян. Здесь, привет, Калян. О, небольшое селфи. Ну, ну, еще. Так, продолжаем дальше нашу экскурсию. Грифоны, разрешите перейти по вашему Калиновому мосту? Он не грифон. Он гном, но не грифон. Итак, следующий у нас по курсу, это дриады. Тырин, тырин, тырин. Вот их поселение дриад. Самый дриадийский дриад. Опять же, стандартное поселение. Ничего необычного, кроме украшения. Украшения сделаны в стандартном лесном стиле. Крашеные шишки и разноцветные полоски. Следуем дальше по лагерю. Привет. И заходим в северное болото, где живут квакли. Квакли, пробякли. У них сейчас как раз происходит уборка. Правильно? Убираем? Молодец. Также, смотрю, тут готовится ополчение. Воины. Вот, обратите внимание, висит алфавит квакли. Непонятный, но интересный. Рунические письмена какие-то. Здесь также мы замечаем, что стройка кипит. Полным ходом устанавливает какое-то сооружение. Супертрон. А, трон. Видать, будут вводить абсолютную монархию у кваклей. Интересно, интересно. Лагерь в классическом норнийском стиле. Супертрон. Мельницкий. Трон, да? Это распорядок дня Нарнии. Опять же, нас встречает привратник с метлой. Провожаем. Так, мы продолжаем нашу экскурсию по Нарнии. И следующий пункт нашего назначения. Это мифийские существа под названием... Кто это у нас? Кто это? Кто это? Гномы. Гномы. Ты гном? Да. Да? Какой симпатичный гномик. Это предводитель гномов. Так, гномы тут решили замахнуться на фортификацию и строить боевую бачню, судя по всему. Нарния готовится к войне, к обороне. Да? Ага. Гномы заработали кубок за спорт, судя по всему. И он стоит у них на почетном месте. Вот это стоянка гномов. Еще раз. Гномы! Ура! Ура! А вот я мог обнаружить еще алфавит гномов. Очень интересная, с распорядком дня, которой они его придерживаются. Итак, следующая наша стоянка, последняя раса Нарнии. Это не эти, конечно. Вот, кстати, яркий представитель этого рода. Это фавны. Вот вход в ихнюю крепость, так бы сказал. У нас, по ходу, получается, фавны самый воинственный народ. Они строят себе крепости, ходят с топорами. И вот, посмотрите, какую башню отгрохали. Давайте зайдем, посмотрим. У них заготовленный тут лесоматериал для дальнейшей фортификации. Выполняют фавны. Они проснулись. Так. Вот классический нарнийский стиль. Костровище. Много дров. Фавны, смотрю, время даром не теряют. Готовятся. Так, и что здесь у нас? О, опять небольшое селфи. Нормально. Пошли дальше. Даже у фаунов есть часы. Это достижение нарнийской. Итак, судя по всему, Нарния к чему-то готовится. Вот, собственно, и вся экскурсия. Такие народности у нас здесь проживают. Спасибо за внимание. Ваш корреспондент. Друид Наривайченко ибн Рахат Лукум. Просто, как я вот, алмарин. Да, просто алмарин.